В Беларуси ежеквартально пересматриваются зарплаты. С тенденцией роста также поднимаются пенсии, социальные выплаты. Естественно, что и в жировках появляются цифры, к которым большинство брещан пока не готовы. Но нравится, не нравится, а платить все равно необходимо. С новым жилищным кодексом не шутят. Мигом можно оказаться без квартиры. Дорогое, но необходимое удовольствие. О повышении пенсии я узнала из интернета, буквально недавно. Насчет того, что повышаются пенсии, значит будет повышаться, скорее всего, и зарплата. И если повышается одно, другое, значит неизбежно повышение продуктов питания. О ценах повышения ЖКХ я еще не слышала. Но я думаю, что народ это воспримет так же спокойно, как это было всегда. То есть толерантность нашего народа удивляет. Ну, насчет повышения цен, то, конечно, это неприятная новость. Но если это будет адекватно с повышением зарплаты, тогда нормально. Что коммунальные услуги повышаются на 10%, как вам сказать, ну мы и знали, и не знали, кто говорит. А теперь уже узнали, что и по газетам, и везде, что повышаются опять. Стоимость услуг ЖКХ в Беларуси не менялась с 1 марта. Новая же цена с 1 сентября повысится на 10%. Привязанный к темпам роста во втором квартале номинальной заработной платы тариф претерпит изменения в жировке за электроэнергию, газ и воду. Что же касается услуги вывоза мусора, то в некоторых регионах она увеличена не будет. Закономерен вопрос, как относится обрещание к грядущим переменам. Как и всегда, повысится сначала народ негативно к этому, относится, скорее всего, не с радостью. Ну, а потом все равно все привыкают. Но бюджет и семьи, это, конечно, существенно отразится. Я так думаю, будет занимать, ну, существенную долю бюджета будет занимать. Ну, наверное, конечно, все сразу реагируют отрицательно, так как повышение никому не нравится, понимаете. И так уже все дорого. Но для Бреста это дороговато. Надо как-то стараться, чтобы это было не в ущерб. И то, что подорожало, и пенсия. При подсчете денег, затраченных на коммунальные услуги, важно учитывать и тот факт, что все дома разные. И стоимость проживания в них зависит от многих факторов. Не стоит спешить расстраиваться. Вместе с повышением тарифов ЖКХ произойдет и оптимизация самой структуры. Приближающиеся перемены неизбежны. И хотя они вызывают самые разные мнения, положительные стороны есть. С ростом цен планируется улучшение уровня жилищного обслуживания и введение всевозможных новшеств в этой сфере.